привет друзья меня зовут ольга и вы на моем канале а мне нравится кушать так сегодня я хочу показать вам рецепт как я готовлю суп с фрикадельками это будет телятина телятина и немного риса суп у каждого может быть любой густоты например я живу в италии и здесь супы очень-очень-очень такие насыщенные то есть они мало воды потому что вот если мы подадим им такой суп как варим мы они не поймут нас почему там столько воды поэтому у них более густые супы и я сегодня приготовлю такой суп чтобы мог есть и мой муж то есть он будет густоватым вы готовьте как нравится вам как вы привыкли просто ингредиенты то что мы будем использовать постарайтесь что были такие же самые начнем первонаперво для бульона нам понадобится вот такие части телятины нам будет достаточно даже двух кусочков если вы хотите чтобы был более насыщенный суп тогда положите все три кусочка я сейчас взвешу сколько приблизительно они весят значит так это 300 грамм 300 грамм я буду готовить не очень много то есть у нас всего двое поэтому я постараюсь приготовить на двоих на троих не больше теперь послушайте мы начинаем делать бульон вот с этих кусочков мяса вот то есть вот такой вот я не знаю как он называется на территории бывшего советского союза но здесь вот его например эти это мясо берут делать гриль но мне очень нравится варить из него бульон получается очень сладкий и насыщенный очень вкусно после этого нам понадобится где-то 250 грамм телятины я соединила ее немножко с индюшкой но очень мало индюшки добавила вы можете как хотите но телятина опять же 45 грамм вот такого вот круглого риса на эту порцию немножко зелени 3 картошки 2 морковки и 1 лук порей беру только светлую часть его немножко лаврового листа листа и потом я хочу вам показать вот это важно сейчас потому что не у всех будет вот этот сыр который называется пармиджано пармиджано-риджано но вы можете использовать любой сыр твердый как пармиджано теперь соль перец и одно яйцо поехали сначала хочу показать что такое пармиджано-риджано настоящее вот здесь прям пробита пармиджано-риджано по всему круглому этому продаются вот такими большими кусками или уже натертая в пакетиках любыми в общем не то что большими но обычно берем большими чтобы было подешевле вы ищите такой же твердый сыр любой который можно заменить потом я перебила его блендере и у меня получилось вот такая вот не в блендере я вот перебивала его вот такой вот типа блендера так что делаю для начала помыла мясо как следует и заливая его литром литр-полтора столько сколько вам понадобится потому что мне нужно меньше если у вас большая семья готовьте по своим как бы сказать у каждая женщина каждая хозяйка знает сколько ей понадобится мясо на свою семью сколько ей понадобится воды для супа просто я хочу показать рецепт теперь я вот здесь пристроилась прям на плите и хочу показать я приготовлю пока мясо для наших фрикаделек значит кладем мясо теперь сразу же положим пару ложек нашего твердого сыра натертого одно яйцо немножко соли так как сыр уже соленый немножко черного перца потом помытого круглого риса это немножко то что у нас мы приготовили у меня 45 грамм все это перемешиваем теперь я возьму немножко веточки парочку веточек петрушки и прям вот так вот порежу меленько сюда в наш фарш что я хочу сказать по поводу лука я лук класть не буду но тот кто любит очень лук и без лука не может вот эти вот фрикадельки то вы можете натереть на терочке сюда половинку луковицы будет тоже вкусно но так как я кладу лук порей и он один из ингредиентов с картошкой этого супа то я сюда внутрь просто не буду класть а вы как хотите все фарш у нас готов что мы делаем сразу же берем я делаю маленькие вот такие вот фрикадельки как грецкий орех и опускаю их уже почти в закипающую воду после этого будем снимать шумовкой пенку которая соберется он был прозрачным я его просто он закипел и я его процедила когда я уже уверена что бульон будет более прозрачный так теперь что мы делаем бросаем опускаем лавровый лист и первым делом что я делаю у меня есть вот такой вот кубик но он рассыпчатый типа кубика вот так вот приблизительно одну ложку я отправляю придает сладости вообще очень ну кто не любит они используют можете не класть и добавим немного соли соли пока много не кладите потом по вкусу можно всегда досолить немножко опять перца попробовала бульон потрясающе просто сладости необыкновенный теперь что мы делаем теперь вы видите я вот порезала морковь достаточно крупно кругляшками картошку достаточно крупно и вот такими вот кругленькими лук порей что я вам хочу сразу сказать это в принципе так как в италии густые все супы это получается мы бы можем даже назвать жидкая картошка с фрикадельками у нас бы могли на назвать но здесь это вот такие вот супы и если кто-то любит мелко порезанными режьте мелко если кто-то любит затушить морковь например с луком затушите но это более такой диетический как бы сказать полезный для желудка для организма вариант здесь без зажарок значит опускаем мясо у нас уже почти готова когда будет готова картошка практически у нас все готово отправляем все бульон и ждем где-то обычно картошка готовится 20 минут через 20 минут наше блюдо уже будет готово закрываем крышку ставим на маленький огонек и ждем пока будет будут готовы овощи то есть картошка морковь и в конце заправим немножко зеленью что я хочу вам сказать еще по этому поводу друзья мои не расстраивайтесь если у вас нет лука порей оставляйте только картошка и морковка если нет морковки оставляйте только картошка будет точно также только еще добавьте пару картошин будет очень и очень вкусно и без лука порей и без моркови если нет лука натрите лук в эти вот фрикадельки фарш и будет очень и очень вкусно так же как и с луком пореем просто это очень полезный продукт поэтому если у вас есть используйте его если у вас нету обойдемся без него будем ждать пока будет готова 20 минут осталось пять минут до конца я кладу зелень и оставлю маленькую такую штучку когда положу еще свежая зелень и когда уже поставлю налью в блюдо ну что ж наш супчик готов можем подавать его с хлебом поджаренным в духовке и натертый чесноком хлеб у меня из муки полбы очень вкусный и очень полезный что вам могу еще сказать по поводу супа значит первые куски мяса у нас готовились которые я сейчас вынула из супа и нарезала их вот такими вот кусочками и я знаю что на бывшей территории советского союза всегда найдутся любители которым нравится такое мясо жирненькая и кто его с удовольствием съест кто такого мяса не ест кто более на диетах тот съест просто фрикадельки и что я еще хочу сказать перед тем как опустить фрикадельки мясо должно готовиться 20-30 минут бульон после этого опускаем фрикадельки и почти одновременно опускаем овощи и в течение 20 минут когда готова морковь и картошка наш суп готов значит на все уходит 40-50 минут вот такой вкусный полезный рецепт мы сегодня с вами приготовили что я хочу сказать если он вам понравился ставьте лайк записывайтесь на мой канал будет еще множество и множество разных рецептов а я с вами прощаюсь до следующих встреч пока